Я волшебник Лисица-девица и Котофей Иванович. Русская сказка В одном лесу, в нашем русском сибирском, жила лисица-девица. Вот однажды собралась лисица-девица пойти в лес погулять, а навстречу ей идет новый гость, Котофей Иванович, бурмистр Барянских лесов. В этом лесу, где жила лисица-девица, всяких зверей хватало, а вот Котофей Ивановича не было. Встречается ему лисица-девица, а он ей гутарит. Здравствуй, лисица-девица! Здравствуй, Котофей Иванович! Издалека ты до нас прибыл, Котофей Иванович? Я прибыл из Брянских лесов, быть у вас бурмистром-царем. А вы, лисица-девица, незамужняя жена. Да нет, Котофей Иванович, я еще девица. А не пойдешь ли ты за меня замуж? Тут лисица-девица и думает. Как же отказаться? Я же буду бурмистерской женой. Вот она ему и отвечает. Пойду, Котофей Иванович. Тут они поженились. Лисица-девица повела его в свою хатку, привела, положила спать, как молодого мужа, а сама пошла в станицу на добычу. Идет она, а навстречу ей Ливон Иванович, Бирюк. Здравствуй, лисица-девица! Какая я тебе девица? Я замужняя жена. О, а за кого ты вышла? Да за Котофей Ивановича. За кого? Да за Котофей Ивановича, что прибыл до нас из Брянских лесов, что будет у нас бурмистером-царем. Бурмистером-царем? Да, а ты не слыхал? Вот теперь я его жена. А как бы его поглядеть? А лисица-бурмистерша отвечает. Это дорого стоит, Ливон Иванович. Надо на поклон принести барана. Вот тогда и посмотришь. Ладно, лисица-бурмистерша. Ливон Иванович метнулся в станицу за бараном. Идет лисица-бурмистерша дальше. Встречается ей медведь, Михаил Иванович. Здравствуй, лисица-девица. Какая я тебе девица? Я замужняя жена. Ох, а за кого ты замуж вышла? Да за Котофей Ивановича. Он прибыл из Брянских лесов до нас, чтобы быть бурмистером-царем. Бурмистером-царем? Да, а ты не слыхал? Вот теперь я его жена. А как бы его поглядеть? А лисица-бурмистерша отвечает. Это дорого стоит, Михаил Иванович. Надо на поклон принести вола. Это можно, лисица-бурмистерша. Михаил Иванович пошел за волом. А лисица видит, что встретила на дороге двух дураков. Пошла отдыхать домой. Пришла, легла и лежит с молодым мужем. Идет по дороге в станицу Ливон Иванович, встречает Михаила Ивановича и шумит ему. Здравствуй, брат Михаила Иванович. Здорово, здорово, Ливон Иванович. Куда идешь? Да за бараном, чтобы на поклон пойти к новому бурмистеру-царю. А я за волом иду. Пойдем до станицы вместе, Михаил Иванович. Пошли они, дошли до станицы. Ливон Иванович метнул в кошару. А Михаил Иванович на баз завернул до волов. Ну, приносят они добычу. Ливон Иванович барана, а Михаила Иванович вала. Сложили добычу вместе и ведут спор. Кому первому пойти на поклон бурмистеру-царю. Ливон Иванович гутарит. Тебе надо, Михаила Иванович, ты старше. Нет, тебе, Ливон Иванович, ты помоложе, спорят они. В то время на их счастье является косой заяц. Эй, ты, косоглазый, иди-ка сюда, шумят они оба. Заяц подбег до них, стал на задние лапки, ушами длинными придает. Перепугался он и спрашивает. Что, братья, прикажете? Ливон Иванович приказ дает. Ну-ка, черт косоглазый, смотайся вовсю прыть, до лисицы-бурмистерши. Да скажи, Михаила Иванович кланяется волом, а Ливон Иванович кланяется бараном бурмистеру-царю. Вот заяц и мотнулся до лисицы-бурмистерши. Добег до лисиной хатки, встал на задние лапки, а передними стучит в дверь. Эй, выходи, лисица-девица! Вышла лиса и гутарит. Ах ты, черт косоглазый, невежа, да какая я тебе девица? Я замужняя жена, мой муж-бурмистер наших лисов. Услыхал заяц и оробел. Лиса глядит на него, да и спрашивает. Зачем косоглазый прибег? Меня Михаила Иванович, да Ливон Иванович послали сказать тебе, что принесли я не вола и барана на поклон бурмистеру-царю. Сказал заяц и подался в лес до Ливона Ивановича и Михаила Ивановича. Прибег и доложил, что бурмистеру-царю о том объявлено. Стоят они втроем и совет держат друг с другом, кому куда схорониться. Михаилу Ивановичу хорошо, он и на дерево может залезть. Вот он и гутарит. Я залезу на дерево. А Ливону Ивановичу плохо, он залезть на дерево не может. Тогда Ливон Иванович гутарит Михаилу Ивановичу. Брат родной, я лягу, а ты загреби листьями, а сам потом на дерево залезешь. А косой отойдет и под елочкой где-нибудь схоронится. Михаила Иванович взорыл Ливона Ивановича в листья, а сам на дерево полез. Косоглазый побег и схоронился под елочку. В это время лисица-бурмистерша прибыла со своим мужем-бурмистером-царем. Котофей Иванович видит, что лежат волда-баран. Накинулся он на добычу и стал рвать. Рвет и кричит. Мяу, мяу, мяу. Потом свала прянул на барана и тоже кричит. Мяу, мяу, мяу. Медведь сидит на дубе и гутарит себе. Мал, а прожорлив. А Ливону Ивановичу не видать, что за бурмистер-царь. Вот ему захотелось его повидать. Стал он помаленечку высовывать нос. Листья были сухие, зашуршали. А кот подумал, что мышь, как бросится на шорох, и попал когтями прямо в нос Ливону Ивановичу. Бирюк испугался, вскочил и побег. А кот сам испугался Бирюка, да как прыгнет на дуб. Михаил Иванович видит, что бурмистер добирается до него. Шутки плохи. Свернулся в комок и бух с дуба на землю. Встал и подался в лес. А лисица-бурмистерша шумит. Лови, лови, лови их, Котофей Иванович. Ливон Иванович бежит по лесу, крутит носом. А Михаил Иванович бежит и дух не переведет. Встретились они. Вот Ливон Иванович спрашивает. Ну как, брат, посмотрел бурмистера-царя? Да, посмотрел, брат, еле дух перевожу, печенки отбил. Да, Михаил Иванович, не велик наш царь, а поворотлив. Он и на земле, и в земле, и на дереве найдет. А лисица с Котофей Ивановичем стали жить-поживать и добра наживать. Звери на поклон добычу им носят. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.